12 часов и 6 минут в нашем городе продолжается программа разворот на бизнес всем добрый день партнер программы разворот на бизнес кировский завод сельмаш мы продолжаем тему существования и функционала экономического совета при губернаторе и обозначили ее так надо посоветоваться зачем губернатору 21 советчик вы экономика сегодня у нас в гостях в студии владислав попов полномоченный по защите прав предпринимателей в кировской области азиз агаев руководитель аудиторской консультационной компании бизнес-информы зампредседателя правления союза хозяйственных руководителей кировской области и николай липадников член экономического совета при губернаторе и президент вятской торгово-промышленной палаты добрый день день заместитель представителей комитета еще Совета экономического пригубернатора. Да, сейчас как раз в перерыве обсуждали и пришли к выводу, что слушателям не очень интересно слушать про процессы, как устроена структура и так далее. Важно понимать, зачем нужен вообще экономический совет, что по сути обсуждают эти люди, выдающиеся и известные, знаковые фигуры во многом. И может ли принести пользу какую-то, пользу экономике области, ну и каждому жителю, наверное, в отдельности тоже. Вот, Николай Михайлович, как пришедший у нас присоединившийся позже, давайте начнем с вас. На ваш взгляд, экономический совет, он нужен или нет, и вот какие вопросы в его компетенции решить? Для чего он нужен? Ну, безусловно, экономический совет, название может носить другой характер, он просто необходим. При всем уважении к власти, ну, как органу собственного управления в государстве, в территории, невозможно себе представить, что работают настолько профессионально высокие люди, возглавляющие министерство. Есть много новичков. Заместитель председателя правительства, глубоко знающий все направления, но нет идеальных людей. И скажу опять, извините за нескромность на примере палаты, у нас уже много лет работает коллегия советников в палату, в которую входят эксперты по направлениям деятельности данных предприятий. И все, что мы делаем, подготовим круглый стол, конференцию, управление, совет, мы обращаемся к этим экспертам. Разбуди человека ночью, спроси, что сегодня тяне устраивает в налоговой политике. Он знает, потому что они каждодневно работают. Спроси человека, кто занимается производством подажных мехов, скажи, 4 меховых изделий, это даст сегодня прирост экономики территории или это несет только ущербы? Он тоже даст ответ. С этим ответом можно соглашаться, не соглашаться, но мы обязаны его выслушать. Поэтому давно я и коллеги Магеи, и вот это же Азизович Агаев, мы уже много лет обсуждали. Мало того, при министерстве должны были такие советники. Я считаю, это не просто бы призыв, решение сверху навязанное. Это должна быть потребность министра. Вот сегодня возглавляет министерство строительства, значит, наверное, очень замечательный человек, только что мы были на выставке. Он прочитал рассказать, что было там написано, и тут же исчез. Хотя были другие выступления, были архитекторы, которых не мог бы послушать, понять, вообще ради чего они живут и работают в этом городе. Он просто пришел, ушел, сказал и исчез. Николай Михайлович, вот при министерствах сейчас общественные советы при всех практически созданы. Вопрос там, кто в них присутствует? Зачем, кто и как? Что надо от совета? От совета экономического надо сегодня обязательно взгляд. Может, этот взгляд и критический оттенок носит. Взгляд на ситуацию. Его оценка. Я думаю, что неправильно сейчас Маново-Глинный будет, но я готов на примерах. Я почему сразу и сказал, поскольку я приехал сегодня с мероприятий сюда, с выставки архитектуры, зодчества архитектуры, рядки. Значит, я слышал вот то, что вы говорили. Ну, на мой взгляд, вы меня извините, коллеги. На мой взгляд, слушателям сегодня интересно ни о структуре совета, ни о чиновниках, ни о чиновниках. Важно, что экономический совет может сегодня помочь решить. С такими вопросами к нам идут каждодневно. И вы знаете один из вопросов. Вот ситуация с РЖД. Понимаете? Она когда-то... Вагоны. Вагоны. Не можем отправить сегодня грузы. Проблемы с архитектурой продовольствия на севера возникли. А это полтора миллиарда рублей по оценке специалистов, которые в области Виад. А мы же сегодня как раз серьезная продовольственная, так сказать, территория области. Вот смотрите, тогда у меня непонимание. Есть, хорошо, есть очень сильная общественная структура, Виадская торгово-промышленная палата. Есть совет хозяйственных руководителей в рамках РСПП. Да, и общественная структура может лоббировать интересы предпринимателей, делает это по своей вертикали. Да, тогда суть экономического совета при губернаторе, он вообще нужен в данной связи, если у нас сильная общественная структура. Это есть формальная площадка, на которой они и должны выступать. В каком формате они будут с умением высказывать? Письмами или коллегиально? Вот как раз здесь, под протоколом. Глядя друг друга в лицо. Не, ну, зная ситуацию с вагонами, решается это не через экономический совет, а напрямую. Это бесполезно. Что-то мы не дорабатываем пока, формируя повестки совета. Значит, я не скажу. Тот же губернатор, по нашему обращению, вышел к руководству Российской железной дороги. Мы получили ответы, правда, эти ответы никого не устраивают. И, прошу прощения, мы нашли поддержку от зампредседателя комитета по экономической политике Совета Федерации Тимченко, Вячеслав Степанович. Вы знаете об этом деле. И 19 ноября в 15.00 в Совете Федерации проводится круглый стол. Куда приглашена делегация от нас, где-то человек пять, мы поедем. И там нас выслушают, мы видим. Мы нашли поддержку в Государственной Думе. В лице зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Ефима Виталия Борисовича. Но, конечно, мы считаем необходимым. Губернатора проинформировали. Скажу, что дело сдвинулось. Получили формальные ответы с руководством СРЖД. И такие вопросы мы обязательно предложим внести на экономическом совете. И не надо, чтобы участвовали в этом совете все те, кто, может, и не понимает в этом вопросе. Вот предложение моего соседа справа, можете уточнить, кто сосед справа, от меня, как раз было, что экономический ответ может быть сегментирован по направлению в деятельности, по отраслям. Тогда нужно больше туда вводить людей. Да, это не дело, не в большее. Сегодня каждая отрасль, дай бог, одним человеком присутствует. Дорогие друзья, и хорошо, экономический совет, члены экономического совета, вправе привлечь экспертов в необходимом количестве для формирования позиций. Я ничего не буду, это мы с ним несколько лет назад обсуждали. И вы сходитесь в этом понимании? Сейчас, если я сейчас разрешу, вот сейчас пошла дискуссия. Да, созданы два совета по малому бизнесу. Да, то ли это дань моде, то ли это рекомендация сверху. А может быть, и придет время просто объединить. И потому что эти вопросы, малый бизнес, это тоже экономика. Причем это одно из центральных звеньев развития территории области. Давайте я пока помолчу. Олег, когда ты говоришь, то, о чем Николай Михайлович говорит, задачи у нас есть, тоже классический подход к подразделению задач управленческих. Они есть оперативные, есть тактические, есть стратегические, долгосрочные. Значит, кто говорит, что экономический совет должен решать оперативные задачи? Вот реагирует торгово-промышленная палата на возникающие, там, точечные проблемы. Поднимается на уровень обобщения по определенным вопросам, поднимается общественная организация. Хорошо. Но есть задачи, долгосрочный экономический совет не занимается оперативными вопросами, системными вопросами. Экономический совет должен заниматься балансированием интересов бизнеса и бюджета. Ведь чем хороши были в свое время, вот сегодня, так сказать, вспомним Олега Колобова, да? Помните, Олег Павлович, по-моему, он. Подождите, чем хороша была система ЕНВД на территории Кировской области, что к нам ехали изучить? А как это мы так обеспечили, как бы, сбалансированный подход между интересами бюджета и бизнеса? Вы имеете в виду руководителя инфекции? Руководитель управления торговли. Нет, он управления до Ануфриева, по-моему, не бывает. А, до Ануфриева, все понял. А тем, что собирались люди вот в таком же совете, как вот Николай Михайлович говорит, при каждом министерстве там должно быть, и именно сбалансированный подход, системный подход продвигали. Они решали, они не решали оперативно, какой должен быть коэффициент, большой или маленький, там, да? Они решали в общем, а как, в каком виде должен быть этот налог на территории Кировской области. И потом отдали на откуп муниципалитету. И потом отдали на откуп муниципалитету. То есть экономический совет, он должен решать стратегические, прежде всего, вопросы, системные вопросы, чтобы интересы и экономики, а он представлен на территории, в основном, частными предприятиями, да, и бюджета были просто гармонизированы. Владислав Танинович. Я добавлю, поддержу как раз то, что как раз сейчас было сказано, потому что действительно задача совета все-таки это решение именно вопросов стратегии, вырабатывания совместной, скажем, политики в интересах органов власти и интересов бизнеса. Мало того, у нас как раз был конкретный пример, правда, не в рамках вот конкретно нашего глобального экономического совета, а в рамках совета при нашем региональном министерстве промышленности, когда у нас действительно собрались представители бизнеса, и они поправили как раз у нас нашего заместителя, курирующего данные, например, что он не в полной мере владеет статистикой по динамике развития данной отрасли. Ему поправили, сказали, мы заработаем в этом сегменте, мы знаем лучше вас. То есть поправили в большую сторону, так для интереса? Естественно, в меньшую сторону, потому что, значит, когда говорили о том, что у нас все хорошо и все растет, они сказали, видите, вот мы этот бизнес представляем, у нас не так много для этой легкой промышленности, и наши цифры показывают, что у нас идет стагнация по объемам продаж. Откуда вы взяли статистику, что у нас цифры растут? Поэтому давайте-ка вот будем брать другую статистику. Мало того, мы после этого как раз и договорились, что мы будем формировать независимый источник статистики и им оснабжать органы власти для, соответственно, выработки более правильной стратегии. Что значит независимый источник статистики? Это же силы такие немалые. Предприятия. Сами. Статистика. Сами. Сами. Сами предприятия. У нас не так много предприятий, которые нужно промышленности. Да, безусловно. Вот вы сказали о стратегии. Мы не случайно во вторую часть еще поставили себе в план поговорить о стратегии, которая была принята у нас в 2009 году и предусматривала развитие Кировской области на период до 2020 года. Я посмотрел по окрестным регионам, там стратегии уже, ну, там, Ижевск, то есть Удмуртская республика, Кострома. Там более новые, да, уже? Да, они более новые, они до 2025 года, у нас до 20-го. Остается два года до реализации. И в этой стратегии было три этапа. Первый, в краткосрочной перспективе 2009-2011 год ввести в действие антикризисную программу. Понятно, с чем связано. Были там как раз поправки, связанные с кризисом 2008 года. Государственная поддержка будет оказываться приоритетным отраслям экономики. И на экономическом совете как раз обсуждался этот меморандум по совету, вернее, по стратегии. В среднесрочной перспективе 2011-2015 годы планируется реализация базовых инвестпроектов в сфере добычи полезных ископаемых, их переработки лесопромышленного и агропромышленного комплексов, развития транспортной инфраструктуры. И в долгосрочной перспективе реализации стратегии после 2015 года развития инновационных секторов экономики, таких как биохимические технологии и производство препаратов крови. Это, понятно, что не исчерпывающий список, но, как следствие, Кировская область должна выйти из финансово-экономического кризиса со значительным заделом и стать регионом привлекательным для инвестиций. Вот, на ваш взгляд, да, в какой-то части или в большей части, в меньшей, стратегия была реализована. Потому что, ну, на тот момент стоялась задача выхода из кризиса. Не надо показывать на Николая Михайловна. Ну, давайте, Сергей, давайте, Сергей. Вы знаете, то, что стратегия развития государства, общества, деревни должна быть, безусловно. Ну, вот, Азин Савельевич был некогда разработчиком стратегии, среднюю заработную плату по Кировской области. Он обещал к этому году 90 тысяч рублей. Ну, я не обещал. Ну, к этому году. Я не обещал. Лично прогнозировал. Я объясню, почему, да. Да. Ну, прошу прощения. Понимаете, ну, кто мог? Стратегия нужна, ориентиры нужны. Кто мог прогнозировать вот эти ситуации в мировом пространстве? Мы вынуждены и к коллективности. Вот вы сказали правильно. Мы сейчас переходим на стратегию. Я не хочу для наших случаев говорить только о глобальных направлениях развития. Извините, я по всей работе приближен, исходя из требований предприятий конкретных, в тематике конкретных. Ну, скажите, тема леса, эффективное использование леса, это может быть в стратегическом плане расписано, обязано? Конечно, да. Что сегодня делается? Казалось бы, губернатор и его, так сказать, команда начали искать подходы, насколько они правильные, насколько они правильные. Да, мы собираемся, у нас есть эксперты в рамках комитета, приходят к нам. Я, знаете, это вот плюс скажу. Обсуждаем и кое-что уже прислушались. Почему не вопрос? Действительно, многие годы просто лес разбазаривался. Сейчас попытка навести порядок, но чтоб не было, так сказать, здесь каких-то, ну, нерешений, ну, таких абсурдных, скажем так. Да, ведь это все тоже имеет место. Значит, это вполне тема экономического совета. Ладно, вернемся в стратегию. Я, Дмитрий Салевич, ваша оценка, собственно, прошедших лет реализации, нереализации. Было предложение, значит, исходить из каких-то базовых показателей про заработки стратегии. И к 2020 году хотелось бы, чтобы на территории Кировской области средняя заработная плата. Обсуждался вопрос 90 тысяч, но в итоге, по-моему, остановились на 45. Чтобы к 2020 году средняя заработная плата на территории Кировской области была 45 тысяч. Уменьшили в два раза от 90. Значит, почему? Потому что брали, значит, разные образцы для, значит, ну, стран различных, там, да, смотрели, где это была бы сумма. Но если бы, хорошо бы, если бы на территории Кировской области 90 тысяч средним получали, хорошая бы жизнь была. Сейчас 30 с небольшим. Все зависит от уровня инфляции и от уровня цены. Сейчас 34, это по России, россияне желают среднюю заработную плату, а в Кирове 23, 24. Я побольше все-таки 26 тоже, по-моему. Ну, смотрите, с учетом инфляции, там, и так далее, и так далее, мы реально-то на сегодняшний день имеем снижение покупательской способности людей. У людей денег не хватает на жизнь. И, а если у людей денег не хватает, значит, наш внутренний нырк сжался. Раз наш внутренний нырк сжался, значит, наши производители что делают? Сидят на голодном пайке. Исходили это из чего? Посмотрите, если мы целиком всю стратегию прочитаем, ожидаемый и конечный результат реализации стратегии. Производительство труда повысит 3,1 раза на территории Кировской области. Что такое повысить производительство труда? Это повысить... Сократить количество работающих на конкретном предприятии. А что такое сократить количество работающих? Две задачи. Первое, суперсовременное оборудование. И второе, повышение квалификации. Да. Рост компетентности и, соответственно... Значит, люди могли бы получать хорошую заработную плату. Значит, что у нас делает, значит, на этом... Я понимаю, что тут и Кировская область, и Федеральная, так сказать, правительство. Что у нас? Значит, 4 года назад Николай Михайлович и Перминов Леонид Иванович распечатали... Началось импортозамещение. Распечатали с сайта таможенные службы то, что страна импортирует. И можно было эти задачи в долгосрочной перспективе. Мы уже среднесрочную перспективу с момента введения этих санкций прошли практически. И можно было раскидать по нашим областям, предприятиям, кто что будет замещать. Если была бы плановая экономика, так бы, наверное, и сделано. Не плановая экономика, а если были бы интересы по развитию страны, причем здесь плановая экономика, у страны есть ресурсы... В рамках существующей модели экономики. На сегодняшний день получается, что... С отсутствием определенных компетенций, это вкладывать средства большие с непонятным итогом. Да, мало кто... Подождите, а вкладывать средства в американскую экономику с понятным итогом, это как? Так давайте вкладывать свою страну с непонятным итогом, чем вкладывать в американскую с понятным... Нет, я про риски для конкретного производителя, который возьмет, но окажется, что этот продукт не нужен, потому что санкции отменили или что-нибудь еще произошло. Ну, может быть, к этому времени наша промышленность, у нас науках двинется большими шагами, так сказать, вперед. По крайней мере, компетенции людей-то ведь они не потеряются, мы их разовьем. И даже если потом санкции отменят, мы будем... У нас капитал человеческий будет дороже, соответственно, мы производить-то будем больше. И поэтому в стратегии есть масса таких показателей. Но давайте возьмем там Росваловый оригинальный продукт 2,6 раза до 400 практически миллиардов рублей. Да, у нас в 2016 году было 290. Значит, консолидированный бюджет 2,5 раза до практически 90, значит, миллиард рублей у нас 45, насколько я так понимаю. Ну и так далее, и так далее. Нет экономического совета? Значит, есть такое понятие управления, которое называется регулярный стратегический менеджмент. Должна быть система стратегического управления. Показатели должны корректироваться. Ну, на самом деле, в показателях дела, насколько я понимаю, нужно выбрать ориентиры, чтобы 20% порэта вкладывать в эти ключевые направления экономики. Кто это должен делать? Я сейчас говорю, это должен делать правительство, заместитель по экономике, значит, председателя правительства, Министерство экономического развития. Они способны это сделать? Они сегодня занимаются текучкой? Секунду. Вот мне очень нравится слово, да, вот я уже здесь отстаиваю, как бы, позицию чиновника. Они должны это сделать. Вот как раз задача, вот здесь именно экономического совета, совместно выработать целевые показатели. Не они должны сделать показатели, они могут придумать показатели. От балды, извиняюсь. К этому и занимался экономический. Так, секунду. Николай Михайлович, не тема корректировки стратегии обсуждалась с действующим экономическим советом? Да нет, нет, пока нет. Вы знаете, я бы все-таки внимательно слушая Азица Олеевича, а учитывая, что она слушает аудитория в Эхо Москве большая, все-таки позволил бы себе сказать, что, ну, ведь не все так плохо. И говоря о стратегии, есть направление, которое системно успешно развивается. Возьмите, я был на всех фанерных комбинатах, производствах. Если говорить о производительности, прохожу по цеху, там, вязка фанерных комбината, и сейчас домостроительная вязка... Я не говорю, что все плохо. Не, 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 я ни в коем случае вопрекаю. Я к тому, что для слушателей, чтобы понятно было, суперсовременно, супервостребована продукция, которую производят. Производительность туда кратно повышена. Было 1350 работающих, сегодня там работают 350 человек, сидят три диспетчера наверху и все наблюдают. Вот хочу реплику все-таки сказать, Николай Михайлович, вот это развитие лесной и лесоперерабатывающей промышленности начиналось при каком губернаторе? Ну, понятно, не сегодня. При Шаклеине. Да, не сегодня. При Шаклеине начиналось. И планы эти были, вот то, что мы сегодня имеем, заложены в его программе повышения инвестиционного. То есть, более 10 лет назад. Вот только я прошу прощения, давайте далеко не углубляться. Я не хочу критиковать, стоп, Шаклеина. Значит, у меня вообще не становится критиковать губернатора, которого нет. И Белых, Белыхов он не называл, когда был Никитович Белых, он называл ее Китович Белых. Понятно? Я тоже прошу внимательно к этим делам относиться. Но дело в том, что при Шаклеине в аренду долгосрочную были отданы леса по цене 28 кубометров, 28 рублей за кубометр, которые в Нагорском районе потом передавались по бумажке за 400-500. А нагорские предприниматели ехали в Сыктывкар и брали лес там? Поэтому я не идеализирую ни себя, ни своих предшественников. Живем мы сегодня. И давайте думать, если говорить о роли экономического совета, как роль экономического совета, ну, приложить к губернатору, сделать действительно как инструментария для повышения эффективности экономики в целом. Прошу прощения, Азиз Альвеич. Да я просто не согласен, поэтому есть ли у нас время на это все, потому что Николай Михайлович свою больную тему, как ему кажется, затрагивает. Но еще раз говорю, большинство проектов, которые реализованы и повышение производительности труда достигнуто в лесной промышленности, практически основы этих проектов были заложены при шаклеении. Азиз Альвеич, ну, есть другие направления, есть направления фармацевтики, которые развивались уже. При Белыхе было заложено. Да, то есть, ну, понятно, это цикличный характер и достается следующему, там, лавру уже следующему руководителю. Понятно, это люди, которые сначала, как бы, значит, и Белых занимался сначала стратегией. Помните, как он взялся, как бы, яро, а потом, хоп, и перестал экономикой заниматься. Да, нам нужно сейчас сделать небольшую паузу рекламы. Напоминаем, что это разворот на бизнес. Мы говорим о стратегии экономического развития области, экономическом совете при губернаторе, его деятельности, целях. С нами, напоминаю, Владислав Попов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в нашем регионе, Азиз Агаев, руководитель аудиторской конституционной компании «Бизнес-информ», зампредседателя правления Совета хозяйственных руководителей нашего региона и Николай Липатников, президент Вятской торгово-промышленной палаты, заместитель председателя экономического совета при губернаторе Кировской области. Буквально минуту, мы продолжим. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Мы продолжаем тему обсуждения экономического совета при губернаторе, для чего он нужен. Назвали ее так, надо посоветоваться, зачем губернатору 21 советчик по экономике. И вторую половину нашего эфира посвятили стратегированию. То есть, пришли к выводу, что совет в первую очередь должен осуществлять как раз стратегические функции. Если там при министерствах должны быть какие-то советы общественные, экономические... Которые решают оперативные вопросы, да. Да, которые решают оперативные вопросы. Оперативными вопросами занимается общественное объединение, которых у нас тоже, которые есть, и они сильны. То как раз экономический совет должен определять стратегию, корректировать ее при необходимости, определять приоритеты для... Потому что ресурсы ограничены, да. Эти ресурсы нужно на определенные векторы развития и на них акцентироваться. То есть, если в Кировской области ставили на лес, да, то добились определенных результатов. Поставили на фармацевтику и биотехнологии. Надеюсь, что результаты тоже не заставят себя ждать. Вот с точки зрения этой экономический совет, ну, то есть, вот сегодняшний, он способен эти вещи осуществлять и реализовывать. Если нет, почему? Если да, при каких условиях... Да, и к тому же, понятно, что стратегия себя, ну, не исчерпала, но нуждается либо в корректировке, а лучше, наверное, в обновлении и принятии уже на следующий этап развития. Давайте у Ларислава Леонидовича я предлагаю дать слово. Меньше всего у вас во втором часе. Потому что тут общественники очень ярко выступают. Я однозначно за то, чтобы в данном экономическом совете, не важно, как он сформирован, то, что мы говорили, отличие от того, как это было при Шеклении, при Белых, в любом случае, это совещательный орган, который и должен формироваться из общественников. Он необходим, потому что именно представители этого экономического совета, это представители бизнеса, науки, там должны быть, со своими аппаратами, со своими ресурсами, могут дать ту базу для чиновников, для определения целевых параметров. Потому что вот тот пример, который я приводил, когда наши чиновники от промышленности оперируют одной статистикой, посредованной, а реальный бизнес дает другую статистику, вот это и есть основа работы экономического совета. Он способен дать те целевые параметры, в которых он заинтересован. А уж дальше работа чиновников, как с помощью каких-то государственных инструментов, поддержки финансовой, организационной, прочих мер, в том числе и мерами контрольной надзорной деятельности, достичь целевых параметров. Вот сегодня то, что мы говорим, мое предложение, мы много раз говорили о том, как было раньше, как было, давайте попробуем очистить листа. Что мы уже поняли, что нам необходим экономический совет. И я думаю, что все участники дискуссии это приняли как догму, что он необходим. Да, вопрос в наполнении, он существует. Я думаю, что надо работать с тем, чтобы совет был более репрезентативен по своему составу. Может быть, 60 членов, может быть, более жесткое деление по структуре, по отраслям, какое-то другое деление. Но главное, чтобы он выдал для чиновников целевое значение. Чиновники сами собой их не придумают. И еще одно, самое важное. Кому нужен экономический совет? Да он бизнесу нужен, он обществу нужен. Чтобы оно сгенерировало свои пожелания. А дальше уже совместно с чиновниками на этой открытой площадке приняли совместное правило игры. Совместное правило игры. Совместное все-таки нужно бизнесу или нужно губернатору? Вот я как раз бы сказал, что, на мой взгляд, совет, в первую очередь, нужен руководителю региона, чтобы не совершать ненужных ошибок, оплошности, опираться на мнение. Вы помните, ведь надо опираться на то, что сопротивляется, иначе болото засасывает. Понимаете? Я не знаю, что все будут спорить, критиковать. Не надо желать слышать только то, что ласкает уши. К сожалению, это имеет место быть в чиновничной среде. Надо стараться понимать людей профессионально. Вот мне лично, по-русски говоря, все равно, какой партии принадлежит тот или иной человек. Мне совершенно все равно. Так сказать, в Аллаха веришь ты, в Иисуса веришь, как песня Высоцкого поется. Мне важно, что у человека за душой. Что да, жила бы страна родная, область. Поэтому нужен губернатору, конечно, нужен бизнесу. Вы понимаете, вот о чем мы сейчас у Баллистических форума идем. О чем вспоминаем? Помните, урбанист из Японии приезжал, говорил о стратегии развития территории городов. И тогда мы поняли, что, наверное, у нас не так плохо, потому что в Японии все... Какой важный вывод он сделал? Чтобы территория развивалась, нужен союз. Власть, бизнес. И общество. И общество. Я же думал, советский союз. И общество, и воедине, так это Япония, и физическая страна. Поэтому я думаю, что к этому мне очень хотелось бы, чтобы сегодня разговор дал такой импульс. Импульс, чтобы... Кто должен начать этот процесс? Я думаю, что или мы подскажем Игорю Владимировичу, или он сам, так сказать, послушает. Я вот, надеюсь, предковствует с Андреем Геннадьевичем, обязательно передам наше впечатление о нашем разговоре. Понимаете? Ведь что позитивно сегодня, вот у нас, к примеру, говорят, то боялись идти в палату министра. Они сейчас идут. И тут, слава богу, в палату садятся, выслушивают. Не все нравится. Вот министр лесного хозяйства Салин, правда, он же сегодня, по-моему, не министр, да? Сергей Васильевич, уже нет. Слушайте, это же как будто опасение, как будто страх какой-то. А вдруг что-то скажут. Ну что у нас получилось? В журнале «Меркурий» публикуются те же ребята из Нагорска, из других. Слушайте, нам говорят, а вы бы нам показывали, перед тем, как обульковать ваши критические статьи. Да нет, там критики. Там просто боль, озабоченность людей. Я поясню, журнал «Меркурий» – это журнал «Меркурий» – это журнал «Меркурий» промышленный палат. Спасибо за рекламу. Я скажу, так вот, это же важно. Люди говорят, люди высказывают. Я, например, очень хочу, чтобы мне говорили. Вот со мной сосед права. Значит, он говорит иногда не все, что ласкает мои уши. Но он когда-то, много лет назад, я это помню, сказал Николай, если вы готовы слушать мои критические замечания, я буду с вами работать. Нет, извините. Вот я думаю, такой принцип. И вы тогда сделали выбор? Я сделал выбор. Я стал представителем Кировского горсовета. Вот так вот. Буквально 4 минуты у нас остаются. Да, я хочу напомнить, что у нас в понедельник, ближайший, 29 октября, будет юбилей большой ВЛКСМ Ленинского комсомола. Понятно, что организация на сегодня существует уже в таком усеченном виде, и это уже не та организация. У нас один из активнейших, как сказать, людей, который занимался и студенческими стройотрядами, возглавлял ВЛКСМ, областном обкоме ВЛКСМ это направление, потом занимался в строительном секторе, потом уже в партию перешел Николай Михайлович. И в связи с этим, во-первых, с праздником наступающим вас, комсомольцы бывшими тоже, наверное, не бывают. Во-вторых, все-таки вы можете составить представление для радиослушателей, которые не застали это время, как велось стратегическое планирование тогда, в сравнении ли с сегодняшним днем, или просто рассказать о том, как строилась экономика, на основании каких расчетов, и кто советовал или не советовал обкому партии, куда идти и что делать. Возможно, неплохо бы что-то позаимствовать из той системы. Мы, скажем, мы опирались, мы опирались, вот отдел строительства обкома партии. Скажу честно, работа не кабинетная, мы всегда будем на стройках. Я лично курировал сельское строительство, заводы ЖБК в Слободском, Котяничо, мясокомбинат в Котяничо, мы все перечислять не буду. Советские камни-розработки и так далее. Кто советовал? Лично я помню, Мордон Василий Петрович, замуправляющий отъездом, с Сибири сюда переехал, профессиональный строитель экономист. Почему нет? Спроси, он отвечает. Жесткая была система, планировали, четко знали, что сегодня делаем, что через три года. И мне уже подсказал опять сосед справа и жесткая ответственность. Не сделал, обещал, не сделал, ты не обещай, не сделал, пар билет на стол с последующими выводами. С работы тебя не будет. Мы знали ответственность, но не было кнута. Я не говорю, что был пряник. Просто было уважительное отношение к слову коллеги. Понимаете, секретарь любого партии не пытался показать, что он самый главный, самый умный. Он мог пригласить меня сам в зав. отдел и говорить, Николай, надо посоветоваться. Ваше мнение. Понимаете? Вот мне кажется, такой формат, формат, не начальник, не человек, сидящий этажом ниже, заведомо, так сказать, он не такой умный, не такой ответственный, и человек, сидящийся на высоком этаже. Надо настроить нам всем, чтобы мы отдавали все, что у нас есть, знания, опыт, профессионализм, на то, чтобы опыт жила, опыт жила лучше. Мне очень неприятно, когда говорят, да вот там лучше. Да почему у нас? Вот урбанистический форум прошел у нас. Выставка зодчества идет у нас, и гости наши говорят, слушай, Афикир это не так и плохо. Много интересного. Я хочу, чтобы было интересно много и дальше. С праздником. С днем комсомола, кто пережил и помнит эту дату. А комсомол, те, кто сегодня критикуют, пытаются, давайте спросим, что ты сделал для этого общества. Те, кто там были, они сделали немало. И самое последнее, в заключении, наверное, хотел спросить всех, если смотреть на стратегию уже до 30-го, предположим, года, на что бы вы сделали акцент, что является на сегодняшний день главным недооцененным ресурсом области, который нужно развивать? Ази Савельевич, мне кажется, что вы, каждый из вас, отвечали уже, сами себе, по крайней мере, на этот вопрос. Ази Савельевич, это непростой вопрос, потому что лес вроде активно, это надо обдумывать. Ну вот, власть наша областа регулярно говорит, люди наше основное богатство, люди, люди, люди. Ну, это не только это власть, это не только это власть, да, но, Николай Михайлович, люди основное богатство, но его надо развивать. Совершенно верно. То есть, и развивать в правильном направлении. У нас, конечно, люди, но, смотрите, вот сегодня у нас есть компании, которые разрабатывают там программное обеспечение, используемое в том числе по всей стране. Как только их убрали, значит, и по тендеру там выиграл Ростелеком, там, условно говоря, работа остановилась в ЗАГСах, например, по всей стране. Потому что отдали монополии, которые... Которые некомпетентны. Которые... Ну, я не буду каких-то таких выражений там... На мой взгляд. Да, да, да. Можно же добавлять. На мой взгляд. Скажу, что которая не справилась с поставленной задачей. А наша компания, которая, значит, она делала. Ну, вот, значит, отстранили. Практически все стало. Попробуйте сейчас там получить там какие-то свидетельства, значит, зарождение, лучше, чем смело. Или там регистрацию брака перевели теперь в одно место по всему там городу, условно говоря, там, да. Потому что возникла проблема. А выделены миллиарды там. Есть у нас и люди есть, и бизнесы всякие можно развивать, и компетенции можно развивать. Но в любом случае надо смотреть на бизнес, который не потребляет тех ресурсов, которые у нас нет. То есть это можно и химическое развивать, и все, что угодно. То есть можно все, что угодно делать на территории области, только давайте сядем и обдумаем это, включим это в стратегию, обеспечим ресурсами, будем двигаться. Хочется, чтобы область развивалась, Николай Михайлович, и достигала 90 тысяч в месяц средней заработной платы. Владислав Леонидович, полминуты. Если очень кратко, все равно надо заниматься развитием тех, того бизнеса, которые работают на основных фондах. То есть чем больше у нас будет промышленного оборудования, чем больше у нас будут добавлены стоимости, тем больше денег у нас будет оставаться у нас здесь в семьях, в регионе. Это политика и для глобальной экономики. Понятно, что мы можем поднимать малый бизнес, поднять сотни предприятий. Но если у нас хотя бы один из наших гигантов промышленных хоть на 1% увеличит оборот, это перекроет эффект от сотни малых предприятий. Поэтому надо заниматься всем. Это наше особенно. Да, у нас очень много оборонки. Надо заниматься оборонкой, чтобы она у нас здесь оставалась, жила, была бы освещена заказами наших гигантов, чтобы они продукцию производили и чтобы оставалось все это по максимуму в нашем регионе. Но это не отменяя того, что нужно заниматься сельским хозяйством. Мы, на мой взгляд, не занимаемся этим ресурсом. У нас есть достаточно много предприятий, которые выживают, окупаются. Этим сегментом заниматься надо. Как я уже сказал, небольшими промышленными предприятиями заниматься тоже надо. Ну и как у нас тут плечи в языцах, лес, лес, еще раз лес. Николай Михайлович. Городко. Люди с их профессионализмом, умение работать с этими людьми, ставить перед ними цели и уважительно к какому веду относиться. И мы горы свернем с этими людьми. Спасибо. На этом завершается программа «Разворот на бизнес». Благодарим партнера программы «Завод Сельмаш». Наши гости Владислав Попов, Азиз Сагаев, Николай Липатников, Олег Прохоренко. И Владимир Сметанин. Всем доброго дня. До свидания. Олег, я не выполнил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин.